Сквер 60 лет Магадану продолжают реконструировать. Как отмечает подрядчик, в сроки укладываются, работают по графику. На данный момент в сквере устанавливают новый амфитеатр, уже сделали подсыпку. На стройке работают 26 человек. Также используют технику – погрузчики, самосвалы, катки. Материалы закупленных всего хватает, рассказывают специалисты. Отмечают, что управятся в срок. Сквер 60 лет Магадану находится в центре города. Между улицей Дзержинского и Школьным переулком. Это один из самых первых парков областного центра. За последние десятилетия сквер пришел в негодность. Власти муниципалитета в прошлом году провели голосование на портале за новое название «Место отдыха». Идея хорошая – преобразовать его в школьный сквер, посвятить его учительству города Магадана. Но и в связи с тем, что здесь рядом театр, вы видите, там амфитеатр и сценическая площадка, которая архитекторам заложена. Мы предполагаем, что здесь будут проходить в том числе и какие-то мини-представления под открытым небом, в том числе и силами труппы Магаданского музыкального и драматического театра. Правительство Колымы выделило на реконструкцию сквера 54 миллиона рублей. Подрядчик работает с весны и планирует закончить в середине сентября. Сделают облицовку, положат плитку, высадят деревья, установят освещение и проведут ливневую канализацию. В мэрии Магадана прошло аппаратное совещание по работе служб города. Его провел глава областного центра Юрий Гришан. Встреча прошла в режиме видеоконференц-связи. На ней сотрудники служб Магадана отчитались мэру о проделанной работе. На совещании глава областного центра дал поручение внести изменения по проектному решению ремонта трассы по улице Берзина. «Давай так договоримся. Вот Александр Валентинович здесь, я поручение ему даю. Отиницировать завтра совещание на уровне первого заместителя мэра города Магадана, и пусть твои принесут картинки и покажут, как это пойдет. В этом совещании должны принять участие, первое, горсвет, они слышат меня, я не тебе говорю. Горсвет, водоканал и теплосеть. И голут». На аппаратном совещании возник вопрос о взаимодействии с горожанами, которые находятся уже в пожилом возрасте, маломобильны, болеют и имеют вредные привычки. Глава областного центра дал распоряжение о работе с такими гражданами и сносе ветхих строений, в которых живут такие люди. «Надо этого человека отправить на обследование, положить его в больницу, после больницы подыскать ему социальное учреждение, в котором он будет жить». Как отметил городоначальник, это не просто снос домов, а решение социальной проблемы людей. Иногда в таком случае горожане не знают, куда обратиться. Мэрия Магадана работает над тем, чтобы таким гражданам выделить квартиры, общежития или разместить их в социальные учреждения. «Это не просто снос ради сноса, это помещение людей в человеческие условия для проживания. Да, это не комфортабельно трехкомнатные квартиры, даже комнаты в общежитии, есть туалет, есть вода, электричество и тепло, и душ при желании». 30 июня в МВД России по Магаданской области состоялся брифинг, на котором временно исполняющий обязанности начальника отделения по делам несовершеннолетних городского округа внутренних дел Наталья Цветкова рассказала о профилактике подростковой преступности. За прошедшие пять месяцев в Магадане 27 несовершеннолетних совершили 31 преступление, и 9 из них уже совершали их ранее. Кроме этого, сотрудники полиции поставили на профилактический учет 51 ребенка. Всего на данный момент на учете состоят 122 несовершеннолетних, в том числе два условно осужденных и 60 законных представителей. Чтобы не допускать повторного совершения преступления, с ними проводятся профилактические работы. Для того, чтобы разнообразить работу с подростками, сотрудниками ПДН применяются различные формы, а именно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, такие как подросток семья, подросток алкоголь, акция «Спорт – это жизнь». Мы взаимодействуем не только как сотрудники полиции между собой, но и с общественными организациями, такими как юнармия или казачество, с которыми также мы совместно выходим и совместные рейды, и профилактические мероприятия проводим в учебных заведениях. Нужно помнить, что поведение ребенка прежде всего закладывается в семье, поэтому во избежание правонарушений своего ребенка родителям нужно разговаривать с детьми, быть в курсе их проблем и переживаний, а также быть для них примером. Магаданцам помогают решать проблемы через портал Госуслуг. По состоянию на конец июня поступило 2640 обращений от колымчан. Из них 2266 уже решены. Часто задаваемый вопрос – коронавирус. Запись на вакцинацию, проблема с получением сертификата, дневник самонаблюдения. Также волнующие колымчан темы – ЖКХ и благоустройство. Обратиться с просьбой о помощи жители области могут через приложение Госуслуги. Решаем вместе. Сейчас к сервису подключены более 600 региональных исполнителей. 29 июня на Колыме от коронавируса привилось рекордное число жителей – больше тысячи. Почти 5000 доз вакцины ГАМ-Ковид-Вак и 780 доз Кови-Вак доставили на склады Магадан-Фармацеи 30 июня. Прививочную кампанию развернули в 28 пунктах. Подробную информацию можно узнать на сайте Минздрава Магаданской области. Записаться на прививку колымчане могут через сайт Госуслуг и по телефонам 122 и 220-003. Напомним, получить вакцину можно гражданам от 18 лет, не имеющим противопоказаний. Всем желающим привиться необходимо при себе иметь паспорт и СНИЛС. У основного оператора, предоставляющего услуги телевизионного и радиовещания на Колыме Магаданского ОРТПЦ, сегодня пятилетний юбилей. Но история предприятия уходит своими корнями в начало 30-х годов прошлого века. В 1932 году рядом с дирекцией Дальстроя по улице Пролетарской оборудуется первая передающая радиостанция. А уже 30 апреля 1936 года директор Дальстроя Эдуард Петрович Берзин переговорил по радиотелефону с редакцией газеты «Правда». В этом году будет праздноваться, 13 августа этого года, будет праздноваться 20-летие всей нашей компании, российской телерадиосети. Ей исполняется 20 лет. В принципе, компания достаточно молодая, но являясь основным оператором на рынке предоставления телевизионных услуг, чувствую себя достаточно уверенно. В этом году Магаданскую протепцию исполняется ровно 5 лет. 1 июля. В 1954 году по постановлению Софмина СССР началась организация в Магаданской области средств связи общего пользования на базе предприятий и учреждений связи Дальстроя. Спустя всего три года в ноябре 1957 года в Магадане зажглись голубые экраны телевидения. За эти пять лет самостоятельной работы наш филиал достиг достаточно больших успехов в нашей деятельности. Мы уверенно смотрим в завтрашнее время и, пользуясь случаем, хочу поздравить весь наш коллектив с двойным юбилеем в этом году, с юбилеем нашего филиала и с юбилеем нашего предприятия. В 2008 году завершилось строительство уникального для области объекта – радиотелевизионной передающей станции на сопке Крутая. Антенна-мачтовое сооружение высотой 246 метров расположена на 250-метровой высоте над уровнем моря. Мы находимся в комнате контроля. Это центр системы управления и мониторинга телевидения в Магаданской области. С этого места происходит поддержание в работоспособном состоянии всех радиопередающих средств в Магаданской области. Для того, чтобы зрители получали качественное. Помимо пятилетнего юбилея Магаданского ОРТПЦ, сегодня, 1 июля, отмечает свой день рождения и его руководитель Сергей Владимирович Худяков. От имени его коллег и подчиненных, а также от редакции медиахолдинга «Вечерний Магадан» поздравляем Сергея Владимировича с днем рождения. Субтитры создавал DimaTorzok